Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. Аэропорт Уиташи и санаторий Каспий соединит новая дорога. Банк России озвучил Дагестан, лидер по мошенничеству Сосага. Все, что нужно к школе. В республике проходит акция «Собери ребенка в школу». В Дагестане началось строительство новой дороги от аэропорта Уиташ до санатория Каспий. Ее прокладывают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Создание участка протяженностью более трех километров предназначено для развития прибрежной части Карабудахкенского района, а также для разгрузки федеральной трассы М-29 «Кавказ». Также на месте пересечения дороги с рекой Манас-Азень планируется создать новый железобетонный мост. Отмечу, что строительство будет завершено в сентябре следующего года. Реконструкцию Каргалинского гидроузла проведут в Дагестане. Об этом сообщили на заседании правительства республики, посвященном вопросу заполнения прудов широкольского рыбокомбината водой. Это необходимо в осенне-зимний период в целях исключения гибели биоресурсов. В настоящее время подача воды осуществляется из Каргалинского гидроузла. С 15 сентября по 1 апреля следующего года будет прекращена подача воды на растительные нужды в связи с проведением работ по ремонту. На совещании обсуждали различные варианты по решению вопроса водообеспечения прудов рыбокомбината в период проведения реконструкции Каргалинского гидроузла. Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил создать рабочую группу с выездом на место в оперативные сроки определить наиболее подходящие варианты решения проблемы. Вам на это все срок недели. Ну, видим правительство исполнить какие-то денежные сельства. Вот в сентябре, в октябре будет сессия, оттуда деньги выбить и внутри исполнить какую-то работу, объем работы делать, перекинуть. Тоже изучить этот вопрос. Махачкала продолжает менять свой облик. В текущем году в рамках комплексного благоустройства городских территорий реконструируется 25 дворов. По мере завершения городские власти передают махачкалинцам новую общественную территорию. Накануне завершились работы по благоустройству двора по улице Гусаева-2. Жильцы дома ждали этого события больше 40 лет. Перед началом всех работ с горожанами был согласован дизайн-проект реконструкции. Также в Махачкале создается семь новых общественных территорий. Среди них два сквера. По проспекту Кушинского и по улице Генерала Амарова. Их городские власти строят на земельных участках, которые были незаконно выведены из состава городских земель. Но через судебные инстанции их удалось вернуть горожанам. Меры безопасности и вопросы антитеррористической защищенности в школах Махачкалы обсудили на расширенном собрании. Начальник управления общественной безопасности и противодействия коррупции Магомед Абдуловеков подчеркнул, что на предстоящем дне знаний будут задействованы усиленные меры безопасности. В каждую школу будут определены не менее четырех сотрудников полиции. Были рассмотрены и различные вопросы технического характера, как, например, установка металлодетекторов. На мероприятии были рассмотрены и другие аспекты, направленные на обеспечение безопасности школьников и их учителей. В каждой из махачкалинских школ будут задействованы сотрудники частных охранных предприятий. При этом отмечается, что администрация Махачкалы берет на себя полное обслуживание зарплатного фонда охранных предприятий. В республике проводится акция «Собери ребенка в школу». В ней поучаствовала и мэрия города Махачкалы. Городоначальник Салман Дадаев встретился с детьми и родителями из малоимущих и многодетных семей. Подробности расскажет Карим Даниев. Акция «Собери ребенка в школу» направлена на поддержку детей и их родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый год в рамках акции детей снабжают формой, рюкзаками и другими школьными принадлежностями. Вот так будешь носить? Будешь маме пятерки приносить? Умница, молодец. Уже по традиции перед новым учебным годом мэрия города организовывает праздник для юных махачкалинцев. Многие из них совсем скоро сядут за парты впервые. Мэр столицы лично встретился с детьми и их родителями, чтобы подарить подарки и поблагодарить всех, кто участвует в благотворительности. Портфель хочешь уже? Давайте тогда я вам вручу портфель на 1 сентября. Я очень надеюсь, что вы на самом деле будете очень хорошо учиться, будете все отличниками. Будете петь, рисовать, дополнительно еще чем-то заниматься. В спортшколу пойдете. Спасибо вам. Вам спасибо. Умнички. Но мы с вами договаривались. Вы в этом портфеле каждый день хотя бы одну пятерку приносите мамам потом. Акция «Собери ребенка в школу» проходит и в других муниципалитетах Дагестана. Карим Даниев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В Буйнакском районе заложили камень под будущий памятник первым дагестанским учителям. Мероприятие прошло в преддверии Дня отзнаний. Место расположения монумента выбрано не случайно. Ранее на площадке близ Нижнеджингутайской школы находилось первое светское учреждение республики. В этом году школе исполнилось 165 лет. Ее основатель, русский врач, краевед Иван Костемировский проводил занятия в открытом поле. Ученики сидели на земле и обучались только русской грамоте и медицине. Общедоступная светская школа полюбилась населению, поскольку сильно отличалась от привычных мектебов и медреса. Это памятник открыт учителю с большой буквы, не конкретному какому-то человеку, не ветерану, не человеку определенного профиля, а именно учителю. Те 136 учителей, которые приехали, оставив свои родные города и села, приехали в незнакомый Дагестан, не зная, что их здесь ожидает. Дагестан назвали лидером по мошенничеству с ОСАГО. Официальные данные озвучил Банк России. В регионе размер страховых выплат выше среднероссийских на 13%. В Дагестане он составляет 77 тысяч рублей. При этом страховщики терпят убытки. Выплаты превысили сборы на более чем 1 миллиард рублей. Сообщается, что это самый большой отрицательный баланс среди регионов Российской Федерации. По мнению Банка России, противоправные действия на рынке ОСАГО способны вызвать снижение доступности страховых услуг. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Следите за развитием событий. Всего доброго и до свидания.